Доброго времени суток, уважаемые коллеги! С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы TECMIL. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 8 октября. Рассматриваем мы сегодня в обзоре валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар. Прошлого обзора эти пары так никуда и не сдвинулись, волатильность по ним снизилась, а динамика стала вялой и флетовой. Поэтому каких-то серьезных изменений по ним нет, поэтому прежние сценарии остаются в силе. Давайте посмотрим еще раз, чего ожидать от них в ближайшем будущем. Итак, австралийский доллар торгуется в диапазоне и за прошедшую неделю так никуда и не ушел с момента последнего обзора. Дважды пара пыталась прорваться вверх и оба раза встречала сопротивление на уровне 0.7205. Очевидно, там расположено серьезное сопротивление, которое не дает развиться восходящему движению. Поддержка на 0.7145 тоже сыграла свою роль, поскольку цена пыталась прорваться вниз и почти дошла до разворотного уровня на 0.7081. Но и эта попытка не удалась. Сейчас котировки снова торгуются выше уровня 0.7145, что сохраняет его в качестве поддержки. В целом же сценарий с восходящим движением пока остается в силе, так как ключевые уровни не отменены и актуальны. Очередным подтверждением чему станет способность цены закрепиться выше указанных уровней. На актуальном графике все же необходимо указать, что нельзя исключать вероятность возобновления снижения. Тем не менее, уверенным подтверждением на рост станет закрепление выше текущей поддержки, расположенное на 0.7145, тест и отбой от которой нацелит пару на новые локальные максимумы с целью к диапазоне 0.7272 и 0.7336. В свою очередь, сигналом к отмене этого сценария станет снижение и закрепление ниже разворотного уровня на 0.7081. Ну а расклад по новозеландскому доллару несколько сложнее, чем у его собрата. В данном случае после консолидации пара устремилась вниз, пробив поддержку на 0.6592, после чего попыталась пройти и разворотный уровень на 0.6564, однако почти сразу же после этого вернулась выше и сейчас торгуется на уровне, около уровня 0.6592, который отмечен в качестве поддержки. Целостность уровней в этой паре нарушена, но пока не отменена, так как цена имеет намерение вернуться выше них. Это может означать, что локальная коррекция могла закончиться и есть шанс на возобновление восходящего движения, поэтому сценарий с ростом остается в силе. Ну и вот на актуальном графике намерением подтверждения на рост станет уверенное закрепление выше поддержки на 0.6592, ретест и отбой от которой даст сигнал на возобновление восходящего движения. В этом случае котировки нацелятся на новые локальные максимумы с целью в диапазоне 0.6719 и 0.6758. В свою очередь пробой поддержки и снижение в область ниже разворотного уровня на 0.6564 даст сигнал на отмену текущего сценария. На сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.